Встречаются редкие экземпляры, которые отталкивают своим непривлекательным внешним видом и вполне достойны сниматься в фильмах ужасов. В топ-10 попали самые страшные животные в мире. Мадагаскарская руконожка Открывает десятку самых безобразных живых существ Мадагаскарская руконожка, еще известная как Ай-Ай. Это очень редкий вид животных, занесенный в Красную книгу. Обитает Ай-Ай в тропических лесах Мадагаскара. В длину зверек может достигать не более 45 сантиметров, а весит он порядка 3 килограммов. Хвост превышает длину тела и составляет 60 сантиметров. Мадагаскарская руконожка имеет огромные глаза и не менее большие лысые уши. Питается животное насекомыми, которых добывает из коры деревьев с помощью когтей. Рыбокапля Рыбокапля занимает девятую строчку в списке самых уродливых животных. Ареалом обитания этих особей считается побережье Тасмании и Австралии, где они живут на глубине от 600 до 1200 метров. В длину рыба может достигать 30 сантиметров. Особенностью этих морских существ является отсутствие плавательного пузыря, который помогает другим рыбам держаться на плаву. Вместо пузыря эту функцию выполняет студенистое тело рыбы-капли, которая имеет меньшую плотность, чем у воды. Эти морские обитатели редко передвигаются, ожидая момента, когда жертва сама проплывет мимо. Длиннорогий саблезуб Восьмую строчку среди самых страшных животных занимает хищная рыба длиннорогий саблезуб. Это довольно небольшие особи, достигающие в длину 15 сантиметров, и весящие не более 120 грамм. У хищника крупная голова, а хорошо развитые челюсти имеют многочисленные устрашающие клыки. Ареалом обитания рыбы являются Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Живут они на глубине 500-700 метров. Рацион саблезуба состоит из рыб-кальмаров и ракообразных. Сатанинский листохвостный геккон Сатанинский листохвостный геккон относится к самым непривлекательным живым существам на Земле. Обитают они преимущественно на Бадагаскаре. Особенностью гекконов является их защитная краска, которая может меняться и подстраиваться под окружающие предметы. Взрослые особи могут достигать в длину более 30 сантиметров. Ведут лесные жители исключительно ночной образ жизни. У них огромные глаза, которые не имеют век. Для очистки органа зрения гекконы используют язык. Питаются животные насекомыми, которых добывают из земли. Черепашка-гигант Матомата Шестую строчку среди самых некрасивых животных в мире занимает черепашка-гигант Матомата. Эти причудливые особи способны достигать в длину 50 сантиметров и набирать в массе до 15 килограммов. Делает черепашку непривлекательной ее треугольная голова с хоботком и длинная шея с многочисленными наростами. Матомата довольно распространена. В качестве обитания выбирает стоячие воды. Рацион особи преимущественно состоит из рыбы. Очень любит тепло, поэтому выбирает водоемы, где вода имеет температуру не менее плюс 28 градусов. При подходящих условиях содержания может жить в неволе. Акула-гоблин На пятом месте среди самых страшных животных в мире расположилась глубоководная акула-гоблин. Самые крупные особи этого вида могут достигать 4 метров в длину и весит 200 килограммов. Распространены такие акулы от австралийских вод Тихого океана до Атлантики. Живут на глубине более 200 метров. Питаются они рыбами, кальмарами и крабами. Акулы-гоблины имеют острые и длинные передние зубы, а задние у них приспособлены для раздавливания раковин. Так как животное живет на большой глубине, то опасности для человека не представляет, так как шансы встретиться в море ничтожно малы. Морской черт Четвертую строчку в списке самых непривлекательных животных занимает рыба морской черт. Гигантское морское чудовище может достигать в длину 2 метров и весить до 57 килограммов. Морской черт относится к съедобной рыбе. Особенно блюда из его мяса популярны во Франции. Ареал обитания морского черта достаточно широк, но чаще всего его можно встретить у берегов Атлантического океана. Глубина, на которой морское существо способно обитать, колеблется от 18 до 550 метров. Питается животное в основном рыбой. Хищник затаивается на дне, а в момент, когда жертва подплывает, заглатывает ее вместе с водой. Благодаря рукоподобным грудным плавникам морской черт может незаметно подползти к жертве или даже подпрыгнуть, настигнув расплох. Морская минога Открывает тройку самых страшных животных морская минога. Взрослая особь вырастает в длину до 1,2 метров, а ее вес может достигать 2,5 килограммов. Имеет цилиндрическое тело с круглой ротовой воронкой. На языке животного расположены зубы. Морских миногов относят к паразитам, которые присасываются к рыбам. В результате их жертвы умирают от занесенной инфекции или большой потери крови. Живут паразиты до 3 лет. Местом распространения является Белое море, Адриатика и Западное Средиземноморье. Редко встречается на восточном побережье Северной Америки. Звездонос К самым уродливым существам на планете относят звездоносов. Млекопитающее семейство кротовых способен отпугнуть своим видом любого, кто повстречается на его пути. Все дело в уродливых наростах на морде животного, которые напоминают вместе звезду. Отсюда и название звездонос. Вырастают эти подземные жители до 13 сантиметров в длину. Вес взрослой особи, как правило, не превышает 85 граммов. Наросты на морде зверька служат ему в качестве органа обоняния. С помощью него он определяет пригодность продуктов пищу. Встретить звездоноса можно на востоке Северной Америки. Особи ведут активный образ жизни, как в дневное, так и в ночное время суток. Питаются они дождевыми червями, иногда мелкой рыбой. Голый землекоп Возглавляет рейтинг самых страшных животных голый землекоп. Уродливый грызун имеет ряд особенностей, нечувствителен к некоторым видам боли и имеет хороший иммунитет к раковым клеткам. Продолжительность жизни в среднем составляет 30 лет. Тело голого землекопа вместе с хвостом чаще всего не превышает 14 сантиметров, а весят они не более 80 граммов. У подземных животных очень мощные развитые челюсти, которые помогают им вгрызаться в твердую почву и очень острый слух. Голая морщинистая кожа, на которой практически отсутствует волосяной покров, имеет розовый цвет, иногда с желтоватым оттенком. Ареалом их обитания считаются сухие саванны и полупустыни Сомали, Кении, Эфиопии. Питается землекоп исключительно корнеплодами и не употребляет воду. Живут эти грызуны колониями, которые могут состоять из 80-300 особей. Длина туннеля, занимаемого одной колонией, составляет 3-5 километров. В этом списке представлены далеко не все животные, имеющие отталкивающий внешний вид. Если вы хотите, чтобы я сделала вторую часть этого видео, то ставьте лайк, так я буду знать, что вам это интересно. Давайте наберем хотя бы 100 лайков под этим видео и я сделаю продолжение.